привет всем владельцам и поклонникам sg907 сегодня хочу я вернуться к теме моторов моторов sg907 если кто смотрел предыдущие моё видео посвященное мотором то в курсе проблем которые у меня произошли сегодня я хочу еще раз поговорить на эту тему и наверное последний раз на тему 907 и закрою эту страничку посвященную sg907 и скорее всего с ним распрощаюсь и так перехожу к моторам вот у нас моторы 907 мотор а и вот мотор б у меня проблема если вы помните возникла с мотором б при замене мотора б в полете он начал новый мотор начал греться и вот это вот самая звездочка она просто слетала и он падал я запаял наглухо эту звездочку и поставил на этот квадрокоптер но все равно определенной есть проблема но самая главная проблема в том что этот мотор как грелся так и греется вот мы сейчас его попытаемся запустить ставили мы сюда вот слышите звук такой довольно таки противным напоминает звук бормашины и сильная вибрация вибрирует он конечно очень сильно и постепенно постепенно начинает нагреваться естественно здесь обороты максимальные потому что дается и ток и напряжение максимальная от аккумулятора напрямую не регулируется сразу идет стопроцентная мощность и он уже так нагрелся что я его просто держать не могу раз просто раскалился берем другой мотор это у нас мотор б это был мотор а проводим с ним то же самую манипуляцию ну кто изучал кто учил физику внимательно электротехнику основы электротехники даже вот у нас мотор б видите слышите звук другой правда когда его переворачиваешь появляется треск эти а он должен стоять именно так в таком положении в таком положении в таком положении треска нет то есть все нормально в таком положении появляется треск то есть коллектор скорее всего где-то за что-то цепляет вот я его держу нормальный звук вибрация не очень сильная такая жужжит и не не греется абсолютно я не ощущаю никакой теплоты от этого моторчика вот держу его спокойно нагрева нет после подобных манипуляций у меня возникла мысль почему я заговорил о школьной программе физик электротехники раздел электротехника при если примитивный вот такой коллекторный двигатель мы возьмем да и без коллекторный работающий от постоянного тока при таком подключении минус к минусу плюс к плюсу он у нас вращается заданном направлении ну хотя честно откровенно я был не прав уже немножко но незначительный нагрев происходит минус к минусу плюс плюс он вращается в одном направлении если мы меняем полюса то есть плюс мотора подключаем к минусу источника а минус мотора подключаем к плюсу источнику он у нас будет вращаться в противоположном направлении в чем разница моторов этой модели то что моторы b вращаются в одно направлении моторы а вращаются в другом в противоположном направлении если же у нас выходит из строя мотор b 1 2 и резерва уже нет но есть резерве у нас два мотора а или наоборот есть в резерве у нас выходит из строя мотор а есть резерве 2 мотора b мы берем мотор b и подпаиваем его вместо мотора а только поменяв полюсацию плюс к минусу минус плюс сейчас вот эту манипуляцию мы постараемся про проделать я постараюсь проделать и потом мы посмотрим что из этого у нас получится будет у нас вообще летать этот квадрокоптер если все будет нормально значит отлично а если точно также начнет греться и отлетит опять это вот головка это звездочка передаточная вот тогда проблемы все производители этих моторов вроде бы больше не дребезжит не дребезжит не нагрелся его держу сколько не нагрелся он на полную мощность крутится стопроцентной мощности выдает все нормально ну что начнем менять сначала конечно надо разобрать квадрокоптер поехали и так наш дрон разобран теперь надо отпаять этот луч мотор и припаять другой сейчас подготовим все это дело паяльник у нас на 350 градусов выставлен сейчас мы аккуратненько постараемся где у нас пинцет тик где у нас пинцет тик так цит тик так есть так есть это мы отпаяли так сначала нам надо будет подпаять белый еще тут еще тут до нечего то до 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 есть белый теперь черный теперь ставим на место всю эту нашу конструкцию разбираем луч и ставим на место так, снимаем непонятно так там у нас моторчик вынимаем вынимаем и теперь мы этот моторчик ставим сюда есть у нас тут одна проблемка такая раз вот сюда ровняем фиксируем 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 итак мой СЖ-907 собран и готов приступить к полетным испытаниям сейчас мы его выйдем на свежий воздух и его проверим все крутилось все вертелось до определенного момента мотор мотор не грелся но в определенном в какой-то момент перестал крутиться сейчас мы его посмотрим та же ли проблема в нашем случае вот вот она да вот она проблема коллектор нагрелся конечно нагрелся мотор нагрелся вроде бы не сильно но нагрелся но зато звездочка этот летела чертовой бабушки вот она проблема этих моторов вот она какой у какой не ставь них одна и та же болезнь так что не знаю относительно этих моторов как они цепляют в общем вывод неутешительный моторы менять можно но нужны хорошие моторы все на этом я тему с g907 заканчиваю пора с ним расставаться